Всем привет! С вами снова я, Ганн, уже Григорий Неделька. И сегодня мы с вами продолжим разговор о моей творческой философии, выпуск третий, вновь посвященный музыке. И сегодня мы с вами постараемся закрыть эту тему. Выпуск будет состоять из нескольких коротеньких частей. Может быть, у нас сам получится короче, это уж как выйдет. Посмотрим. Итак, с чего же нам надо начать? А, да, гитара и импровизация. Подглавка третья – импровизация. А что я могу со своей стороны сказать об импровизации? Импровизация – очень важная вещь, особенно в рок-музыке. В рок-джаз, блюз-музыке, ну, то есть во всех жанрах, которые пошли от блюза, от чернокожих ритмов и далее от ритмов, я бы даже сказал, первобытных стран, первобытных народов, когда было два притопа, три прихлопа. Очень странные ритмы, постоянно меняющиеся, с постоянными какими-то импровизационными вставками. От них-то, собственно, и пошли все и джаз, и блюз, и рок-н-ролл, и металл. Может быть, это как-то сложно сразу осознать или признать, но так оно и есть. Не скажу, что это к сожалению, потому что мне лично нравится первобытный ритм, но в них есть какая-то особая энергетика, свой запал, своя мощь. Они очень интересные, они необычные, они всегда сразу узнаются. Ну, и спасибо им большое за рок и металл. Теперь, что касается конкретной импровизации. Импровизация может играться на разных инструментах. Вот, в частности, гитара. Когда мы играем импровизацию, надо понимать, какую же импровизацию играем, то есть, для чего все это происходит. Мы можем играть импровизацию ритмом, и тогда у нас получится, я, ну, не знаю, что-нибудь вроде бы этого. Ну, например, вот такое. Это была чистая импровизация, и я сейчас на ваших глазах, для ваших уже специально на подходу придумал риф и сыграл его. Даже, может быть, два рифа, или риф с переходом. Это, собственно, была ритмическая импровизация. То есть, когда мы играем ритмическую импровизацию, главное, чтобы мы попадали в ритм, чтобы она была ритмичной, и чтобы она интересно слушалась. Ну, и, конечно же, не забываем про принцип неудобности. То есть, сразу, наверное, если вы хотите играть крутой рок, то стоит сразу, наверное, забыть про какие-то простые движения, типа, там, я не знаю, простые смены аккордов, ну, и вот что-нибудь типа вот этого. Оно, конечно, имеет право в существовании, но, мне кажется, это уже не совсем рок, он не совсем интересен, гораздо интереснее, когда там какие-нибудь у вас... Это чтобы безумные, но иногда безумные, иногда просто сложные, интересные, неудобные перестановки, например, ну, не знаю, там... Вот, вот такое что-нибудь. Это интереснее, как видите, звучит, и играть это сложнее, и звучит, собственно, сложнее. Поэтому, мне кажется, такие вещи гораздо более приятны на слух, по крайней мере, любители урока, любители рок-н-ролла, тяжелой музыки, мощной. Вторая, и второй вид импровизации, это импровизация соло. Можно совмещать ритмическую соло, ну, можно совмещать ее в виде ритма, там, не знаю. Ну, видите, вот эти вот аккорды... Это у нас ритм, а это соло. У нас получился такой ритм, мы играем одновременно и ритмы соло, и у нас получается музыка, получается одновременно... Какая-то основа для песни, гитарная основа для песни. Тут главное, чтобы все сочеталось, чтобы не вылезалось в тональности желательно, если вылезало, то красиво, интересно. Чтобы все слушалось как единое целое, как единая мелодия, единый ритм. То есть, у нас на ритме, ну, знаете, такой получается забойный, такой интересный, не очень сложный ритм. Вот, он постоянно повторяется. А импровизация соло, она немножко выбивается, потому что она всегда разная, мы разные ноты играем, но она не очень сложная, и она... Ну, с такого же размера, она длится примерно столько же времени, сколько мы играем. Ритмическую часть, она по тональности совпадает, она тоже у нас ля минор. И они хорошо сочетаются. Интересно, что касается импровизации чисто соло. Соло-импровизации. Это, наверное, самая интересная и самая, наверное, интересная тема. По ней можно больше всего сказать, и она самая больная, пожалуй, тема для гитаристов. Потому что, как мы уже говорили, все гитаристы хотят играть круто, а если ты хочешь играть круто, ты должен играть соло, играть его круто. Вот так. Ну, импровизация тоже, она должна либо не выпадать из тональности, и при этом интересно звучать, играть ее нужно неудобно. Ну, вот, извините, так получилось. И у нас там получается, я не знаю... Вот. Можно даже, можно менять... переключатели. То есть, играем сначала в позиции бриджевые, у нас получается такой более резкий, более тонкий звук. Потом, допустим, переключаем в нековый, у нас получается более глубокий, более округлый. Ну, вот так вот его сочетаем, скажем, вот так. Видите, в конце я добавил еще в рычаг и слайд. Тоже интересная штука. Она добавляет смака в музыку, добавляет интересности. И у нас вот такая получилась соло комбинированная. Ну, поскольку у меня пятипозиционный переключатель, я могу играть в разных позициях, могу вообще все пять использовать в разных комбинациях. И у нас получается уже такая какая-то... такой вот салат из соло, такая интересная мешанина. Вот, допустим, играем у второй позиции. Это сейчас на первую. Субтитры сделал DimaTorzok. Такое соло интересно получилось. Такое, скажем, блюдо из соло. Самое главное, чтобы вы попадали в литму, и чтобы вам самому нравилось то, что вы играете. Ну, лучше извините меня за то, что я иногда лажаю и не очень хорошо играю, уж как могу. Дело, как я повторюсь, по-моему, в третий уже раз не в том, как я играю, а в том, что я говорю, потому что у нас, как называется видео? Творческая философия, поэтому мы говорим о философии, а не о правильности игры на гитаре. Если хотите научиться правильно, мощно, здорово, чисто играть на гитаре, то это, наверное, лучше обращаться не ко мне, а к известным гитаристам или к тем гитарным мастерам, которые себя зарекомендовали, которые действительно вам могут сказать что-то полезное. Теперь продолжим насчет импровизации, закончим эту тему. Главное, чтобы она сочеталась с музыкой, это самое главное. Там, что вы можете играть, как хотите, какие угодно, использовать приставки, переключения, какие угодно, сочетания, какие угодно, звукосниматели, это все, по большому счету, не имеет большого значения. Главное, чтобы все сочеталось, чтобы все было гармонично. Допустим, гитарист играет что-нибудь, ну, возьмем суперразвестный риф, сейчас, я даже его называть не буду, все прекрасно его знают. А вы под это, соль миноре, можете играть, не знаю, вот так. Вот, и у нас получается сочетание вот этого и вот этого. И, видите, получается неплохо и соло, и ритм. Можно играть по отдельности, разным гитаристам можно вместе, но тогда придется поочередно играть и ритм, и соло. И получается совсем неплохо. Главное, поймать волну. Дальше на что, подыгрывание. Ну, подыгрывание, тут я, в принципе, все, что можно использовать при подыгрывании, про все это уже рассказал. Подыгрывание. Главное, чтобы вы попадали в ритм, чтобы вы не выбивали скректиру, чтобы вы его заводили, чтобы вы были таким, скажем, моторчиком, или одним из моторчиков в группе. Чтобы у вас ритм, если там прыгающий ритм, чтобы у вас тоже был прыгающий ритм в ритм-гитаре. Или чтобы у вас было соло, которое хорошо на него накладывалось, которое хорошо с ним звучало. Вот, в общем-то, в этом и есть суть подыгрывания. Так что, как видите, какая у нас подглавка, да, четвертая, она получается совсем коротенькой. Но не знаю, как вам объяснить. Попроще. Ну, к примеру, там, если вы играете что-то, возьмем другую тональность, я не знаю, до-минор. Игра не соль, а до. Вы играете что-нибудь, типа, риф из песни Scream for Me. Моей. Вот, а вы тоже в до-миноре будете играть и за. Вот оно все это накладывается и будет звучать совсем неплохо. У вас будут созвучия, ритм такой с элементом небольшим соло. При вот этих вот движениях ну и вибрация дает себя знать. А тут будет чистый ритм. И наложившись, все это будет звучать достаточно неплохо. Вы играете на высоких нотах, на более поразительных. Первый ритм гитариста играет на более низких, играет аккордами. Вы играете с озвучиями, с элементами соло. Он играет аккордами. Ну, тоже с небольшим элементом соло. Видите, палец так двигается и получается такие пыль-звуки. Пам-парабам, па-бам-парабарабам. Пам-парабам, парам-парабарам. Так что, если уходить в подыгры, разрабатывайте свой ритмический слух. Ну, музыкальный, естественно. Попадание в ноты. Слышать, где что сыграть, как лучше подыграть, где уйти вверх, где уйти вниз, где остаться на середине. И все должно получиться. Я считаю, стиль, манера. Ну, тут уже у каждого все свое. Я вам честно скажу, я никак особо не разрабатывал свою технику игры на гитаре. Играю как могу, как умею. Ну, я, впрочем, по-моему, уже об этом упоминал. Даже, наверное, не раз. Вам же главное, что надо самое важное знать о манере, чтобы она совпадала с манерой другого музыканта. Либо, если она выбивается, как группа дебёпл, где всем нравится разная музыка и все играют по-разному, в разной манере, чтобы все это сочеталось и давало целую, цельную, целую картину. Там, не знаю, если гитарист играет, ну, к примеру, ну, не знаю, любой ритм. Вот у нас лео-мажор идёт. И это из песни I Wanna Run With You. Точнее, вот эти Magical Run. И вы тоже подойдёте в той же манере, видите, она такая, тоже немножко прыгающая, с такими резкими прерываниями, такая она заводная. И вы тоже играете соло. И, к примеру, вы играете его не в лео-мажоре, играете в лео-мажоре, но попадаете в ритм, попадаете в мелодику, в ноты, и сохраняете чувства, которые задают гитарист, и его задумку сохраняете. Он играет играет в лео-мажоре. И, к примеру, В конце перешли в мажор. Просто потому, что так интереснее, так необычнее. Вот, собственно, всё, что я могу сказать по поводу манеры стиля. Главное, чтобы вам самому нравилось, чтобы вы не выбивались из одного контекста. А если выбивались, делали бы это круто. Ну, к примеру, играть, опять же, гитариста. Так, возьмем тоже Magic All Run, его на Run With You, основной риф. Вот. А вы выпадаете из этого, допустим, выиграть вообще не в Ми-мажоре, а, я не знаю, в Ре-мажоре. То есть, это должна быть такая задумка. Или вы играете вообще в Ре-минозе. Видите, всё должно зачитаться. Но это должны быть подробными друг к другу. Можете изучать какую-нибудь музыкальную теорию, если она вам нужна, если она вам интересна. Главное, слушать больше музыки, как мне кажется. Слушать, понимать, запоминать, слышать. Вот это основное. И тогда всё должно получиться. Главное, что самое важное, это выработать свой стиль, чтобы он вам подходил, чтобы он вам нравился, и чтобы он был отличим от других стилей. Вы можете играть что-нибудь совсем простое. Не знаю, какого мы ещё. давайте возьмём Hard Rockin' Baby. Не очень сложный рифф, но у него есть свой характер. Основной рифф, он похож на такой Джимми Хендрихс или на какой-нибудь, я не знаю, из ранних Deep Purple, например. И у него есть свой характер. Он сразу узнаваемый. И если у вас, как ой, сидися, в принципе, все песни будут похожи друг на друга, они будут обладать своим характером, своим повторимым звучанием, то всё у вас должно сложиться. Вот. И надо вкладывать душу в то, что делаешь. Ну и, конечно же, не забывать про технику, потому что это тоже очень важно. Главное, сыграть так, чтобы тебе самому понравилось. Как, знаете, пишут произведения, ну а к этому ещё вернёмся, когда будем говорить о творчестве, письменном, в творчестве прозаическом и поэтическом и так далее, пьесом. Главное, чтобы тебе самому нравилось то, что ты делаешь, чтобы тебе самому захотелось переслушать, ну или в случае печатных произведений прочесть то, что ты написал в письменных произведениях. Поэтому как Hard Rocking Baby, хоть я там, не знаю, Pain Killer, хоть Enter Sandman, неважно. Главное, чтобы если вы это придумали, вам это нравилось. Или даже если вы это не придумали, там, я не знаю. чтобы вы играли так, чтобы вам самому нравилось, и вам хотелось продолжать это делать. А так, пожалуйста, придумали Hard Rocking Baby, играйте. Вот. Слайдом, Вверх и вниз, кстати, раз уж мы говорим про импровизацию, про соло. Тоже очень добавляет интересность изюма в произведение. И импровизация бывает как подготовленная, так и неподготовленная. Конечно, лучше всего это сочетание одного с другим. Когда ты знаешь, вроде бы, как сыграть, что сыграть может быть даже частично хотя бы. В какой манере подыграть, какие ноты там должны, если не все, но хотя бы некоторые присутствовать. А потом уже накладываешь на это свое видение, свое чувство во время собственного исполнения. Потому что у нас расстроение, это чувство всегда бывает разное, они меняются. У нас получается разный результат. И все должно складываться в этом случае хорошо. Ну, вот, пожалуй, мы закончили гитару, по крайней мере, с электро-гитарой. Я подумаю, что можно вам сказать про акустическую. А пока перейдем к главе второй. Называется она у нас гармошка. Она будет очень короткой. Почему она будет очень короткой? Потому что я ничего особо по гармошку не знаю. Как играть они, я не знаю. Играю на них как могу, как умею. Или, вернее, скорее даже, как не умею. Главное, здесь как и в Китаре, чтобы одно загниться считалось. Если, допустим, на гитаре... А, нет, придется снова ее подключить. Сейчас, секунду. На гитаре ты играешь там, скажем, я не знаю. Вот она, у меня гармошка, по-моему, в С. По-моему, в До. Да, у меня в До мажоре она настроена. Скорее, ну, наверное, просто в До. Нет, наверное, все-таки да, в До мажоре. И ей можно подыграть, допустим, еще Ля минору. Как вы знаете, мажорные и минорные тональности, на гитаре, по крайней мере, они очень схожи выглядят. По пентатонике, такой штуковине, которая позволяет... Ну, почитайте, они, кстати, очень интересная, полезная штука. Которая помогает не выезжать за тональность. Некоторые тональности друг на друга накладываются и играются практически одинаково. Ну, очень похоже. Вот, в частности, До мажор или минор, они практически совпадают. И вот, к примеру, вы, вот у вас есть гитара, вы играете на ней с игренком и без медиатора. Ну, когда я, интересно, подложу. Ладно, потом, как-нибудь найду, в другой жизни. Вот, и вы играете До мажор. Вот, и вы должны на гармошке подыграть. Гармошкой можно дуть на фото. Отлично. Гармошку можно дуть как... Можно как вдувать воздух, так и выдувать. Получаются разные звуки. При вдувании... При вдувании... Точнее, втягивании в себя воздуха. Получаются вот такие звуки. И вот, вы играете ритм. А вот, должен симпровизировать на гармошке, и должно получиться примерно следующее. Вот что-то такое. Тоже тут есть и слайды. И вибратор. Мы не забываем про чередование вдувания и... Так что же сказал это слово. И всасывание воздуха. И таким образом импровизируем. Это тоже, что касается симпровизации. Главное, чтобы одно с другим сочеталось. Я предупреждал. Подглавка будет... Глава будет очень короткая. Вот мы с ней закончили. Теперь, что касается... Главы... Третий вокал. Ну... Тут совсем беда. Даже, наверное, хуже, чем с гармошкой. Петь я не умею. Даже демонстрировать вам это не буду. Чтобы не порушить случайно ничьё уши. Своим немузыкальным... Да, вот так вот, видите, да? Я ещё сегодня не распевался особенно. Поэтому у меня совсем плохо получается слово. Хуже, чем я играю на гитаре. Думать такое невозможно? Нет, возможно. Я вам только что это продемонстрировал. Главное для меня в вокале... Я просто... Я даже не пою. Я бы сказал, что я подпеваю. Подпеваю своим песням. И для меня, собственно, это имеет значение. Чтобы я примерно понимал задумку. Например, понимал, какие ноты. Какая мелодия. Чтобы она сочеталась с написанным поэтическим текстом. А это важно, чтобы поэтический текст правильно перекладывался на музыку. Чтобы мелодия угадывалась. Чтобы она была правильной, с чёткой задумки. То есть, главное, чтобы то, что вы слышите в уме, в мозгу, чтобы это передавалось вам... В качестве конечного результата передавалось при записи, при вашей игре. Поэтому не будем говорить ни про щепление, господи, не дай бог. Ни там про вибрато, я не знаю. Ни про тремоло. Ни про переходы с высокого звука на низкий, с низкого на высокий. Обратно. Про фальцет. Вы лучше об этом всём почитайте. Или даже лучше спросите ещё и у преподавателя. Он вам всё объяснит. А я просто сказал, что это всё можно использовать. И главное, чтобы, как и в случае с гитарой, в случае с гармошкой, всё сочеталось. Вот у нас второй появился принцип. Первый у нас принцип неудобности. Который, собственно, работает и в вокале. Тоже, знаете, нужно сложно петь. Сложно и неудобно. И чтобы при этом получалось для вас легко. И принцип подсочетаемости. Принцип подходящности. Может, извините за такое слово. Чтобы то, что вы делаете, подходило к тому, что вы делаете. Поэтому, когда принцип сочетаемости и принцип неудобности сходятся вместе, сочетаются. Получается очень хорошо. Ну и закончим мы, пожалуй, с музыкой. По крайней мере, сейчас, если я что-то ещё придумаю, я потом в качестве бонуса допишу. Но, по-моему, мы с музыкой на этом закончим. Ну, не знаю, может быть, будет ещё один выпуск. Посмотрим. Это программы. Программы, которые синтезируют барабаны. Собственно, синтезаторы, гитары. Я всё это использую. Но использую либо по отдельности. То есть, не мешая электронную гитару или там записанные отдельно партии для диджеев. Для того, чтобы диджеи миксовали всё это. С живой гитарой. Ну, или с электрогитарой. Я не знаю, насколько можно считать живой. Наверное, можно. Вы же на ней играете. Это же не фанера. Не игра под фанеру. Точнее, вид. Не играть под фанеру и петь фанеру нельзя. Можно только делать вид. И главное, чтобы то, что... Ну, даже если вы спорите одно с другим, чтобы оно сочеталось, чтобы оно не убивалось по звуку. Чтобы оно хорошо подходило друг к другу. Чтобы не было такого... А, вот тут я слышу живую гитару, а вот тут не живая. И это как-то плохо. Мне это не нравится. Главное, чтобы и вам, и тем, кому, кто будет слушать, если они будут это слушать, чтобы это нравилось. Жаль, конечно, надо побольше примеров приводить. Того, о чём я рассказываю. Но... Мне это не получится в силу того, что у меня просто нету такого оборудования и нету денег, чтобы это оборудование купить. Да и нет, знаете, особо желания. Вот у меня появилось желание с вами поделиться информацией. Я делюсь. А записывать всё это, знаете, может быть, ещё даже профессионально продвигать, куда-то двигаться. Ну, лично я считаю, что не это самое важное. Самое важное, чтобы человек был хорош. Как вы себя прекрасно знаем, чтобы вы, собственно, знаете и без меня. Ну, по программе. Я иногда пользуюсь программ-барабаны. Я их использую для репетиций. Ключу в ритмотензор. Вот вам сейчас включить, но это долго будет подключать. Поэтому уж извините, вот так вот я сделаю. И гитарой под неё играете. Гитару не охота в руки брать. Ну, там вся. То, что вы так вот можете себе на петель воспроизвести голосом. Главное, чтобы это могли воспроизвести и на гитаре. Тогда всё будет круто. Главное, при этом, попадать в барабаны. Можно использовать в качестве тренировок. Можно накладывать в треки. У меня в треках. Уж извините, самодельных. И да, и ужасно я понимаю, звучащих, сделанных. Но, что имею, на что могу претендовать. То, представляю, в примере, если бы было бы... Была возможность что-то более качественное преподнести как-то, что-то более наглядное, я бы так и сделал. Но вот, такой возможности не имею. Можно раскладывать их там, как-то редактировать. Выделять куски, вырывать там, копипейс делать. А можно просто наложить барабаны и под них фигачить на гитаре. Это уж как вам больше нравится. Это же касается синтезаторов. Можно наложить их фоном. Можно и в качестве соло. Можно и в качестве добавления к аранжировке. Можно просто какой-нибудь переходик сделать. Или вступление. А, собственно, что я вам напеваю. Послушайте песню группы Europe Final Countdown. И у вас сразу станет понятно, о чем я говорю. Это же и касается гитары. А если у вас еще и диджейские навыки, то это для вас все просто необходимо и просто полезно или выгодно. Это необходимо, чтобы все это слышали, понимали, чтобы, используя записанные треки, записанные сэмплы, делали собственную музыку. Ну вот, ребята, на этом пока все. Я думаю, что в следующий раз, может быть, мы поговорим про классическую-акустическую гитару. Я их не уравниваю, просто у меня есть классическая. Я, правда, на ней не играю давно. Я вам покажу все на акустической и про 12-струнную, что можно с ними сделать и чем игра на них отличается от игры на электрической гитаре. Но мне нужно время, чтобы подумать, чтобы собраться с мыслями, чтобы было, что вам рассказать. А пока на этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...